Алло! Ближайшие несколько минут нашего эфира займет очередная история с цикла тайны привычных вещей. И сегодня речь пойдет о телефоне. Это слово, кстати, переводится с греческого как «далекий голос». Знаете ли вы, господа, что самые первые телефоны были изобретены еще до открытия людьми свойства электричества? Недавно в одном из захоронений ацтеков нашли изображение человека в одежде жреца, который разговаривал с другим жрецом по устройству, весьма похожему на телефон. И вот тут ученые вспомнили, что еще завоеватели-испанцы упоминали о дьявольском ухе, в которой жрецы ацтеков наговаривали свои заклинания и получали из его жерла ответы. Не обошлось и без китайцев, конечно. В 968 году н.э. китайский изобретатель Кунг-Фу Винг создал систему из труб, которое позволяло передавать разговоры на значительное расстояние. А вот самое первое электрическое устройство, передающее по проводам музыку и речь, было представлено публике за 16 лет до появления говорящего телеграфа Александра Белла. В 1860 году американец итальянского происхождения Антонио Мсуччи продемонстрировал свое устройство для передачи звуков по проводам, названное им телектрофоном. Телектрофон, понимаешь ли. Год спустя похожее изобретение сделал Иоганн Рейс в Германии. Для своего аппарата Рейс специально разработал микрофон, источник питания и динамик. Вот именно Рейс, кстати, впервые назвал свой прибор телефоном. Видать, знал греческий язык этот человек. Ну а в 1876 году американец Александр Белл запатентовал устройство, которое служило уже не только для передачи, но и для приема человеческой речи. Вы знаете, это вызывает сейчас улыбку, но первый телефон Александра Белла не имел звонка. Вызов абонента производился при помощи, не поверите, свистка. Дальность линии первого телефона не превышала 500 метров. Эй, товарищ, вам свистят, снимите трубку. Действительно смешно. Первый коммерческий телефонный разговор между Нью-Йорком и Лондоном состоялся 7 января 1927 года. СССР был подключен к Нью-Йорку через этот же кабель лишь в апреле 1936. И еще несколько интересных фактов из истории телефона. Самое большое расстояние между абонентами было зафиксировано 21 июля 1969 года, когда Ричард Никсон звонил экипажу корабля «Аполло-11» в тот момент, когда тот находился на орбите Луны. В 1960 году в калифорнийской пустыне Мохаве была установлена телефонная будка. Она находилась в 24 километрах от ближайшего шоссе и получила известность как одна из самых уединенных телефонных будок в мире. 24 километра до шоссе. Пустыня. Обс стоит телефонная будка. Зачем? Почему? В 1997 году один американец узнал об этой будке и стал туда названивать до тех пор, пока ему не ответили. После этого случая будка быстро стала набирать популярность. К ней стало ездить много людей, жаждущих общения, чтобы отвечать на звонки от случайных собеседников. Прямо посреди пустыни. Впоследствии эту будку зачем-то отключили и демонтировали. Жаль, очень жаль, мы бы сейчас туда с Юлей позвонили прямо из студии. Ну и последнее. АТС, автоматическую телефонную станцию, изобрел Элман Строуджер. И самое интересное, что он был владельцем похоронного бюро в городе Канзас-Сити и терпел убытки при получении заказов по телефону. Так как телефонисткой на станции работала жена его прямого конкурента, владельца другой похоронной компании. Понятное дело, она направляла все звонки абонентов, вызывавших похоронное бюро, своему мужу. И вот тогда Элман Строуджер поклялся навсегда, навсегда избавить общество от телефонисток и изобрел автоматический телефонный коммутатор на 99 абонентов. Сегодня, когда жители благополучных стран в массовом порядке стали отказываться от стационарных телефонов, полностью полагаясь на мобильные, в истории телефона наступает новая эпоха. Он начинает превращаться в забавную винтажную штуковину. Так что не спешите выбрасывать старые аппараты с трубкой и корпусом, не за горами времена, когда они из привычных вещей превратятся в объекты вожделения коллекционеров. Вот тогда сможете заработать на своем старом телефоне.